Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Мои цветочки вовсю вянут. Это, естественно, не может меня не расстраивать. Всего прошло 3-4 дня, а уже все вянет. И в такой момент мне становится так жалко денег, потраченных на цветы. Подстояли бы они хотя бы дней 10. Хотя я знаю, что у некоторых они стоят. Наверное, они как-то по-особенному следят за цветами. Хотя я, если честно, меняю воду каждый день на холодную во всех букетах. Ну, в трех, по крайней мере. Здесь у нас такая вот коробочка, и поменять невозможно. Еще более-менее держится вот этот букет от Нормины. Это пионовидные розы. Очень красивые, честно. А вот эти мелкие цветочки, которые внутри, их очень хочет скушать Твикс и постоянно лезет в этот букет. После дня рождения я буквально 4 дня вообще ни слова произнести не могла. У меня такое было впервые в жизни, что настолько у меня сел голос. А все потому, что я заболела, получается, и пошла дальше отмечать свой день рождения. И у меня получилось осложнение, и вообще не могла выговорить ни слова. И поэтому меня не было и в сети 4 дня. И вот посылочки у меня здесь уже накопились. Посмотрите, сколько здесь посылок. Я их не распаковывала, хотя, знаете, умираю от любопытства. Просто мне надо снять видео-распаковку, а ее нужно озвучить. А с таким голосом озвучить просто невозможно. Несмотря на все эти моменты, хочу сегодня снять для вас мукбанк. Надеюсь, у меня получится это сделать эстетично. Просто в этом месяце действительно мукбанков и вообще в целом видео на канале Айка Эмили было действительно очень мало. Поэтому попросила маму спуститься и взять мне интересный десерт, который я не пробовала. У них есть разные, но почти все я пробовала. А этот буду тестить в первый раз. Выглядит очень аппетитно. На вкус думаю тоже вкусно, потому что все десерты у них очень-очень вкусные. Так, я бы еще с удовольствием несколько дней не снимала бы видео, восстановилась полностью. Но канал пустует и я не хочу такого. Сейчас будем делать макияж. Мой косметоз любимый. В качестве тонального я буду использовать тональный от Миши. Кстати, я из Турции заказала себе очень крутой туалетный столик и он вот-вот придет. Не могу вам не показать, стоит он всего 158 монат и еще 3-4 моната я заплатила за доставку. Он небольшой, миниатюрный, но как раз такого размера мне и нужен, потому что у меня комната маленькая. Я думаю, что большой туалетный столик у меня просто не поместится. Еще плюс у меня есть комод, поэтому я думаю этот размер для меня будет идеален. Тут есть фотографии уже от покупателей. Посмотрите, как красиво смотрится. Я думаю, для моей комнаты идеально, плюс еще такая смешная цена. На улице дождик. Я сегодня, кстати, спала всего 5 часов. Ой, как холодно на улице. Подубить можно. Так, средства, которые я отобрала для сегодняшнего макияжа. Вот этот хайлайтер от Essence. Я очень редко им пользуюсь, но он очень крутой на самом деле. Прям свечение из космоса. Палеточка такая от Зоева. А вообще, я сегодня хочу снять, наконец-то, пустые баночки декоративной косметики. Я знаю, что подобный формат видео многим не интересен, но я люблю и в год один раз уже на протяжении 4 лет снимаю подобное видео. Поэтому сегодня я обязательно сниму. Думаю, через пару дней на моем канале это видео выйдет. Я вообще никогда в жизни не гуляла компанией. То есть обычно я виделась с подружками. И никогда у меня особо никакой компании даже в университетские времена не было. А последнее время мы гуляем постоянно с мужем Нармины и его друзьями. Там есть друзья, у которых есть девушки. И это настолько интересно, когда бы большая компания. И вот я жду, пока я выздоровлю, и мы опять куда-то пойдем. Возможно, на боулинг. Я для вас сниму влог. Идем танцевать. Там есть одно заведение. Оно по тип клуба в центре города. Там очень круто, так атмосферно. Идем туда, танцуем, отдыхаем. И, кстати, с нами сидела одна пара. Это коллега мужа Нармины. И у них был загс. И они меня тоже пригласили. Это было очень приятно, на самом деле. Я хотела пойти. Хотела для вас снять видео, как у нас проходит загс. Как кто одет. На удивление, дресс-код все в белом. Хотя я думала, что наоборот. На свадьбу нельзя белые одевать. Но именно в загс, оказывается, можно. У них, получается, отдельно была роспись. И отдельно будет свадьба. И вот я заболела. У меня опять температура. Это все не проходит. Мне, естественно, хочется куда-то пойти. Но я понимаю, что мне будет еще хуже. Поэтому я не пошла. Вообще, вечно у меня так. Я, например, болею или просто куда-то не иду. Потом вижу, как другие люди ставят историю с этого мероприятия. Как это все интересно проходит. Как им весело. Весь Инстаграм заполнен этими моментами. И я начинаю себя корить. Почему я не пошла? То же самое произошло с днем рождения Нармины. У меня действительно была температура. Я действительно очень плохо себя чувствовала. Но в последний момент, уже когда все закончилось, я думаю, блин, надо пойти хотя бы просто поздравить. И в последний момент я решила поехать. Но Нармина на меня не обижалась. Потому что у меня была температура. Я себя действительно плохо чувствовала. Я не могла говорить несколько дней. Такое, кстати, у меня в жизни было впервые. Кстати, еще меня в комментариях спрашивали, почему же Саадат не был на моем дне рождения. Уже все делали вывод, что мы, наверное, больше не общаемся. Мы поссорились и так далее. Дело было так, рассказываю вам. Я пригласила Саадат. Но мой день рождения был в понедельник. А она каждый день работает. И она попросила меня перенести мой день рождения с 11 числа на 10. Чтобы ей было удобно. Чтобы в воскресенье она спокойно смогла прийти. Я это хотела сделать, но в воскресенье достаточно такой, скажем так, востребованный день. Поэтому в ресторане я не смогла перенести. И мой день рождения остался 11. Я ей сказала, что ты можешь и после работы прийти. Но у нее, к сожалению, не получилось. И поэтому мы отмечали без нее. Но это не значит, что я с ней поссорилась. Или у нас какие-то проблемы. Все замечательно. Просто иногда такое бывает, что у людей не получается прийти на ваши мероприятия. Это абсолютно нормально. Когда вы вообще составляете список гостей, всегда должны учитывать, что у кого-то заранее может не получиться прийти. И из-за этого обижаться. Тем более, не знаю, ругаться. Естественно, никто не собирается. Возвращаясь к вам спустя уже 10 дней. Это начало влога я не стала выкладывать. Просто потому, что здесь вначале вам показала про мой туалетный столик. И я решила продолжить съемку, продолжение этого влога, когда уже туалетный столик приедет. Причем он у меня отслеживался и должен был приехать через 3 дня. Поэтому этот кусочек я просто оставила на компьютере и подумала, подожду всего 3 дня. Но как назло, моя посылка до меня дошла спустя 10 дней. Поэтому, возможно, начало влога даже немного потеряло свою актуальность. Но все же я решила соединить все вместе и выложить вам. Признаться честно, это была самая долгожданная посылка из Турции, потому что цена минимальная, а отзывы были очень хорошие. И я уже знала, что приедет что-то стоящее. А вообще, я сторонник не откладывать контент в дальний ящик, потому что со временем становится просто неинтересно смотреть на события, которые были сильно давно. В этом декабре, к сожалению, на моем канале вышло минимальное количество видео, хотя декабрь это самый дорогой месяц. Не хочу оправдываться, но действительно было очень много сопутствующих проблем. Не знаю, конечно, насколько у меня это получится, но я хочу в январе выпускать видео через день и в одно и то же время. В новом году быть более дисциплинированной и организованной. Хотя, если честно, если вы следите за моим азербайджанским инстаграмом, вы наверняка видите, что каждый день там выходит контент. Естественно, это тоже требует определенного количества времени, хотя это кажется слишком просто со стороны. Подумаешь, одноминутное видео. Но нет. Я вообще в последнее время очень мало мотивационных роликов, связанных с уборкой для вас снимаю. Многие ошибочно предполагают, что я дома абсолютно ничего не делаю. Это абсолютно не так. Просто эти моменты мне кажутся не особо интересными, поэтому я их не снимаю. Сегодня блог снимать я не планировала. Мама пошла на пункт выдачи. Я ожидала, что там две небольшие посылочки, но, как оказалось, наконец-то пришел мой столик для макияжа. И, кстати, мне уже поставили временные другие зубки уже того цвета, цвет, который у меня будет. Правда, здесь всего 5-6 зубов. У меня будет весь верх. То есть, вот эти задние тоже будут такого же цвета. Естественно, зубы будут... Сейчас не в тему, но просто я не могу вам ни сказать, ни показать поближе. В общем, вот так смотрится. Мне, если честно, очень-очень нравится, очень красиво. Вот. И как раз я могу немножко походить с этим цветом и сделать вывод, нравится ли мне цвет, или я хочу чуть-чуть потемнее. Если честно, мне кажется, что надо чуть-чуть потемнее, но мама говорит, что раз делать зубы, делать зубы светлые, и плюс еще со временем, через 5-7 лет, они, хочешь не хочешь, чуть-чуть потемнеют, поэтому цвет идеальный. Не знаю, мне настолько нравится. Я прям целый день улыбаюсь, несмотря на то, что всего 6 зубиков. Сзади зубы еще не сделали. Пока что праздники туда-сюда. А потом уже в январе, где-то числа, наверное, 20-го, мои зубы уже будут готовы, и я буду улыбаться во все 32 зуба. Но мне уже, если честно, очень нравится. Но сейчас не об этом. Это все подробно я вам покажу, расскажу в отдельном видео. Будет видео, конкретно посвященное винирам. Кому интересно, то вы зайдете, обязательно посмотрите. Честно, я ничуть не жалею, что я начала это делать. Я себя чувствую гораздо увереннее даже уже сейчас. Можно накрасить губы любой помадой, которая тебе нравится. Знаете, есть такие оттенки помад, которые ты красишь, и потом смотришься, зубы кажутся желтые. А здесь ты можешь накрасить любую помаду, и при этом зубки смотрятся идеально. Ну, в общем, сейчас не об этом. Туалетный столик, который я заказала из Турции, стоил он всего 170 монат. Там доставка тоже не очень дорогая, учитывая, какая огромная посылка. Я не знаю, почему такая дешевая доставка. Ссылочку обязательно я вам оставлю внизу. Переходите, тоже заказывайте, потому что у нас в городе за 100 долларов, естественно, такой туалетный столик точно не найти. Посылочка действительно очень тяжелая. Я вам советую ее оформлять доставку прямо домой, потому что цена одна и та же. Я как-то не учла этот момент, поэтому поехала на машине и забрала. Там припарковалась прямо около пункта выдачи, загрузила в машину и привезла домой. Но можно прямо доставку домой осуществить. Вообще, в дальнейшем все посылки я буду оформлять сразу домой. Потому что все равно цена одна и та же. Здесь еще что-то. Это все посылки. Ох, что-то очень-очень тяжелое. Даже не знаю. А, вешалки! Ура! Пришли наконец-то мои вешалки. Они тоже, кстати, там стоят просто копейки. Очень выгодно заказывать оттуда. Если хотите, на вешалке тоже оставлю вам ссылочку. И что-то суперлегкое. В общем, столько у нас здесь посылочек. Это все я буду распаковывать отдельно. Снимать для азербайджанского инстаграма контент. Если кому-то интересно, возможно, во блогах здесь, в ютюбе, тоже буду вам показывать те товары, которые мне безумно понравились. Которые я могу посоветовать вам. Которые стоят значительно дешевле там. И вы можете тоже приобрести только те, кто живет в Азербайджане. По дороге мы сильно уронили эту коробку. И я переживала, что зеркало точно разбилось. После этого происшествия я уже у себя в голове прокручивала, где же мы найдем зеркало такой круглой формы. Когда я кому-то говорю, что я из Турции заказываю мебель, все люди просто в шоке. Но я хочу, кстати, еще заказать журнальный. Его большая часть из стекла. Но если это зеркало не разбилось, я буду надеяться, что там тоже ничего не разобьется. И все придет в целости и сохранности. Самое главное, зеркало не разбито. Ножки тоже очень классно запаковали. Осталось только эту красоту собрать. И самое главное, реально очень-очень тяжелую. Наконец-то что-то интересное. В общем, здесь есть такая вот инструкция, которая состоит из нескольких частей. Я никогда в жизни не собирала мебель. По идее, можно сказать брату, он вмиг все это соберет. Но мы с мамой решили попробовать это сделать сами. Не знаю, насколько удачно у нас это получится. Если вдруг не сможем, уже тогда обратимся к брату. Так, по идее, здесь все понятно. Но как понять, где эти детали? Вот это точно для ящиков, я так думаю. Это будут такие ящички. На самом деле, ничего сложного. Вот нам второй полукруг. Вот он. Там будет одно зеркало. Но самое главное, что зеркало пришло в целости и сохранности. Ножки тоже такого крутого качества. Прям жду не дождусь, когда все соберем. И соберу туда свой косметоз. И что он делает? Он жует, точнее кусает и беплевывает. Как вы уже поняли, естественно, сами собрать этот туалетный столик мы вдвоем с мамой не смогли. Поэтому решили позвать на помощь моего братика. Слава богу, живем мы с ним очень близко, в одном дворе. И это очень удобно. Параллельно собирая, братик мне все объяснял. Я много чего нового для себя узнала. Даже начала с ним шутить, что я теперь спокойно могу работать где-то в мебельном, если ютуб прикроют. Не знаю, мне подобные занятия всегда нравились. Что вот касается ремонта, сборки мебели, выбор обоев и так далее. Я от всего этого получаю просто колоссальное удовольствие. Начали мы сборку с раздвижных ящиков. Да и вообще управились очень быстро. Где-то за 20 минут уже все было готово. Кстати, этот туалетный столик есть в разных расцветках. Но я специально взяла белую, потому что у меня в комнате мебель тоже белая. Брату тоже очень понравился. И даже хочет примяшки заказать точно-точно такой же. Он строго соответствует параметрам, указанных на сайте. Но почему-то я ожидала, что он размером будет поменьше. Чуть позже вам обязательно покажу. Идеально вписался в мою комнату. Как раз таки того размера, который нужен был мне. Хотя, по идее, нормальные люди с рулеткой смотрят, подходит ли эта мебель им или нет. Смотрят куда, как, рассчитывают эти все моменты. Я просто чисто на бум взяла и заказала. Ножки тоже очень крепкие, устойчивые. Мне, в общем, все понравилось. А вообще, я очень давно хотела себе туалетный столик. Все никак руки не доходили. Точнее, в мебельных магазинах у нас в городе я особо не видела эти столики. Ну и, признаться честно, специально ходить их и искать по мебельным магазинам. Такого желания тоже у меня особо не было. Но так, чтобы прям чисто случайно я где-то увидела, мне понравилось. И я не купила. Такого не было. Помню, еще на первом курсе с подружкой моей смотрели бьюти-блогеров на уроки информатики. И смотрели эти туалетные столики от ИК. И мечтали, что у нас тоже будут такие столики. И дофига косметоза. Вот косметоз купить успела, а насчет туалетного столика так и ничего не придумала. Ой, девочки, какая красота получается. Мне очень нравится. Правда, небольшой он, но как раз, как я и хотела. Я ожидала, что он будет еще меньше, хотя параметры указаны в описании. Его, конечно, нужно протереть хорошенько. Загрузить всю мою красоту, все мое добро. Прям в самый раз. И внизу как раз у меня розетка. Можно купить что-то, чтобы было освещением прям мне в лицо. Ячейки аккуратненько открываются без никаких проблем. Три такие ящика. Не знаю, честно, я в восторге. Сейчас будем сюда собирать косметику. Но сначала надо обязательно все это протереть. Потому что пыльно. Зеркальце, как вы видите, у меня грязное. Но давненько, кстати, такого туалетного столика мне не хватало в комнату. И цена такая смешная. Всего 165 монат, по-моему. Это 100 долларов делает. В общем, копейки. Но такая красота. Мне кажется, у нас в городе такой столик минимум 250 будет стоить. Я притираю его обычными влажными салфетками. Конечно, есть специализированные средства для дерева, для подобных поверхностей. Но мне неохота с такими вещами заморачиваться. У меня есть пачка влажных салфеток. И они всегда решают любой вопрос. Не знаю, почему. Я прям как ребенок радовалась этому туалетному столику. И было просто куча-куча эмоций. Так, все чисто, аккуратно. Зеркальце тоже я протерла. Смотрите, какая красота. И тут мне мама говорит, ложись спать. Продолжишь все эти дела завтра. Ну как я могу продолжить завтра? Мне хочется заполнить этот комод. Я понимаю, как его не хватало реально. Нет, никому. Туалетный столик. Как реально мне его не хватало в комнате. Здесь, наверное, будут те средства, которыми я пользуюсь каждый день. Или можно разложить здесь мои парфюмы. Хотя не знаю, поместятся ли они здесь или нет. Ароматов, как оказалось, у меня не так уж и много. За последний год я закончила 4 своих аромата. И еще плюс 1 у меня остался в деревне. Точнее, я бы специально там оставила, чтобы каждый раз не таскать с собой. И они прям спокойно помещаются у меня на этой полочке. Правда, там будут собирать пыль. Но ничего страшного. Буду время от времени их вытирать. Сказать честно, я завидую людям, которым это все не надо. Которым просто достаточно одного аромата, одной помады, одной туши и одной палетки. Я человек, который очень жестко ведется на все маркетинговые уловки. Но ароматы, кстати, я раньше никогда не любила. Коллекция, конечно, у меня не супер большая. Но и немалые. Особенно, кстати, обожаю серию Far Away от Avon. Не знаю, как вам. Мне, честно, очень нравится, как получилось. Здесь у меня ароматы, которые я просто обожаю. Такие, знаете, более тяжелые ароматы. А здесь все остальное. Последнее время, кстати, я постоянно просто пользуюсь вот этим ароматом от Moschino. Когда я его только попробовала, мне он, кстати, не очень понравился. А вот сейчас, можно сказать, каждый день я его использую. Вы уже можете заметить, сколько здесь уже его нету. Обязательно куплю еще такой. Это Moschino Funny. Он у меня лежит вот здесь. Аккуратненько. И еще я хочу, чтобы у меня под рукой обязательно была моя любимая серия от Clinique. Это увлажняющий крем. Почему-то он не фокусируется, но да ладно. Это крем для лица. Крем вокруг глаз. Вот такой небольшой. Тоже где-то рядом должен стоять. И спрей. Спрей для лица. Так, сейчас надо решить, куда это все дело деть. Да можно даже вот так. А это здесь не поместится. Ну, пусть будет здесь. Вот, кстати, не могу вам не показать. Помните, я уже давненько хотела себе новые косметички. Я купила из Турции с тренда Йола себе целый сет. В общем, здесь у нас косметички стоят около 10 монат за одну косметичку. А я купила 5 косметичек за 5 монат. Представляете? Реально очень вместительная. Кто смотрел мои блоги из деревни, я там ему говорила, что мне срочно нужна косметичка. Я увидела этот сет, решила взять. Честно, на видео он кажется какой-то не очень, но это очень приятный материал на ощупь. Вот хорошее качество, плюс 5 штук. А где пятая? Пятая, по-моему, в той комнате осталась. Или всего 4 было. Ну, в общем, если хотите, я вам оставлю ссылочку. Очень крутые косметички, причем по такой смешной цене. Можно на любой вкус, на любой размер. Например, в деревне еду, возьму эту. Если просто какой-то косметоз, еду на какую-то вечеринку, возьму эту. А самый, знаете, приятный момент заключается в том, что мне еще положили подарок. Это было так приятно. Реально, косметички стоят копейки. Еще плюс какой-то подарочек. Это вообще, конечно, находка. В общем, безумно довольна. Только что распаковала. Еще видео даже не публиковала. Идеально просто. Хотела это сделать без вас. А потом подумала, с вами будет веселее. В общем, ставим вот эти мои любимые органайзеры. Они идеально вписываются сюда. Их я покупала в магазине Все по Монату. Пока что пусть стоят они, потом можно купить белые или придумать что-то другое. Но сегодня мне прям не терпится все это дело разместить. В магазине Все по Монату я покупала вот такие ограничители. Они очень удобны и можно их регулировать по размеру вашего непосредственно ящика. Я сделала вот такие вот насечки. Отрезала вроде все. Здесь у меня будут помады. А здесь пудры, хайлайтеры. В общем, сейчас все разместим. Мои розовые органайзеры действительно очень удобны в использовании. Но, к сожалению, с белыми ящиками как-то смотрятся не очень. Поэтому их я решила пока что ликвидировать. У меня есть такие разделители, которые я покупала в магазине наподобие фикс прайс. Все по Монату. Там вот я покупала две упаковки. Если что, можно еще докупить. Они действительно очень удобные. И самое главное белые. Я предполагала, что вся моя косметика не поместится. Но в этом году, в 2024, я планирую замутить огромный Project Pen. И постараться закончить как можно больше декоративной косметики. А потом в конце года снять для вас невероятно крутое видео с пустыми баночками декоративки. Постараюсь пользоваться одними и теми же продуктами, чтобы быстрее их добить. Ну а так разместить все получилось очень удобно. Все продукты видно и легко их найти. На самом деле я уже устала. Но мне кажется, влог получился очень насыщенным. Так. Первый ящик. Здесь у меня мои самые любимые. Мои помадки. Здесь те, которые стоят горизонтально. И вот здесь тоже дофига разных помад. Но я те, которыми буду пользоваться каждый день и те, которые я хочу добить, их я кладу отдельно. В одной корзинке у меня будут средства, которыми я пользуюсь на ежедневной основе. Здесь у меня мои любимые палеточки от Makeup Revolution. Очень они мне нравятся, но что-то редко я ими пользуюсь. Так. Здесь у меня тени, хайлайтеры и все остальное. Мне кажется, это самый удачный ящик. Дальше. Вся косметика, кстати, поместилась. И эти ящики тоже очень удобно открываются, закрываются. Прям красота. Здесь у меня мое золото, крема, который есть. Мой любимый кейт для бровей в обязательном порядке. Бальзамы для губ. Ими я пользуюсь каждый день в обязательном порядке. Сейчас, кстати, пойду смывать макияж. И нужно увлажнить губки. Здесь блески для губ. Такие стиковые помады. Матовая помада, которая здесь не поместилась. Можно ее вот сюда засунуть. Моя любимая палеточка от Ник. Все остальные палеточки от Revolution. База под макияж от Maybelline Baby Skin. Давно она у меня. Что-то вообще базы под макияж не люблю. Здесь у нас масло для волос. Кстати, кстати. Я должна вам его показать. Так, 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 так. Это масло для волос набрало в моем ТикТоке почти 400 тысяч просмотров. Невероятно крутое средство, чтобы удлинить ваши волосы. Наносите на кончики, на влажные волосы. И волосы не секутся. Увлажненные концы, значит, дальнейшем длинные волосы. Так, это видео у меня набрало дофига просмотров. И, кстати, это масло на Trendyol побило просто все рекорды. Там 78 тысяч заказов. Вот такие ящики. Единственное, чего не хватает здесь, это какого-нибудь пуфика. Я его тоже хотела заказать. Просто у меня лимит заполнен. Поэтому я, наверное, его закажу где-то в январе. Время у нас уже 20 минут второго. Я сегодня, кстати, рано встала. Поэтому, пожалуй, пойду спать. Я вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и в обязательном порядке подписываться.